Привет, друзья! С вами канал Maros Life и сегодня у меня очень крутая новость для всех иностранцев, которые хотят еще попасть в Чехию и каким-то образом еще не попали. Все, думаю, знают из-за каких причин. Так вот, ребят, самая крутая новость, которую все ожидали помимо Украины, сейчас я вам ее зачитаю. Согласно решению министра иностранных дел Томаша Джитчика, с 1 августа 2020 года большинство чешских посольств за границей снова будут принимать заявление на получение визы. Прелестно! Прелестно! 74 из 80 посольств и генеральных консульств, которые будут выдавать визы, все это возобновляют. В частично открытых консульствах сотрудники посольства будут принимать визы в объеме, установленном в защитной мере Министерства здравоохранения Чешской Республики. Это, например, визы для воссоединения семьи, учебы, для членов семьи чешских граждан и для работы в рамках целевых программ экономической миграции. После пандемии мы уже принимаем визовые заявления в полном объеме в 16 посольствах в странах с низким риском заражения. Это, например, Южная Корея, Япония и Австралия. С 1 августа 2020 года только посольства в Бразилии, Сан-Паулу, Сантьяго-де-Чили, Богата, Нур-Султан и Дели не будут открыты из-за плохой эпидемиологической ситуации, сказал министр Педрожитчик. В дополнение к 16 отделениям, которые принимают заявки в полном объеме, еще 28 уже работают в ограниченном режиме. Это, например, представительства в Шанхае, Анкарее и Киеве. А с 1 августа уже будут добавлены еще, например, в Москве, Каир, Манила, Санкт-Петербург и другие. Соблюдение всех санитарно-генических мер в стране в настоящее время является основным предварительным условием для приема заявлений на получение визы. Министерство иностранных дел будет оценивать все риски, связанные с частичным открытием визовых отделений в начале и в середине месяца, то есть примерно раз в 14 дней. Вот такая вот, друзья, новость. Что это, в принципе, означает? Что уже открываются потихоньку и в ваших городах эти посольства, которые будут принимать все заявления. Ну, это будет квалифицированный сотрудник, я так понимаю, это будет воссоединение семьи. Так что уже кто-то здесь может спокойно делать воссоединение. Ну, а за общую информацию я вам советую следить на сайтах посольства Чехии в ваших странах. Так что я вас поздравляю с этим новым достижением, наконец-то. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях, в каких у вас там странах все открывается, в том или ином городе, как обстоят дела, как развивается вообще вся эта ситуация, какие требования. Поэтому делимся этим опытом. Много ваших соотечественников тоже могут смотреть эту информацию, читать комментарии, поэтому это очень важно. Ну, а мы напоминаем, также не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, делиться опять же комментариями и делиться этим видео. Потому что это поможет нам достичь ту цель, которую мы задали для себя, для нашего канала, это 7000 подписчиков. Я думаю, вам ничего это не стоит, оказать такую маленькую помощь с вашей стороны. Ну, а с нашими будем делиться более подробно всей этой информацией, которая происходит вокруг Чехии, вокруг визовых центров, вокруг рабочих карт и много другого. Спасибо вам за просмотры, спасибо за то, что с нами. Всем удачи, всем пока!